На полуостров с деловым визитом приехала делегация из Мичуринска. Одной из основных целей приезда стало знакомство с Крымским федеральным университетом. Мы приехали с ознакомительной миссией познакомиться с Крымом, посмотреть его потенциал, какие направления здесь развиваются в рамках агрария. Но с Крымским университетом мы хотим все-таки дружить, наладить какие-то совместные планы, совместные проекты для развития науки именно в аграрном направлении. Андрей Фололеев рассказал гостям о создании Крымского федерального университета. Первый был Таврический университет создан. Все снова собрались. Вадим Большой, развали Крымский федеральный университет имени Владимира Ивановича Гернадского. Представители делегации обсудили с руководством университета вопросы развития садоводства в нашей стране. И вот эти междисциплинарные проекты, они как раз существенно помогли обогатить саму концепцию этой программы. Поэтому здесь, я думаю, нам обязательно нужно объединять усилия. Чем особенность Крыма и Крымского федерального развитие, возможно, быстрое, только совместно с сильными партнерами уже в стране. Сейчас катастрофический вид голод в кадрах во всех регионах нашей страны. Садоводство при государственной поддержке, динамично развиваясь, оно как никогда нуждается в этих специалистах. Поэтому здесь нам нужно объединять усилия, получать новые знания и создавать под этих новых специалистов, которые будут продвигать и прославлять наше российское садоводство. Сейчас хотят объединить на базе вот этой площадки крупных инвестиционных вложений, для того, чтобы с вами какие-то предприятия, вот именно по переработке, по хранению. И в последующем, я думаю, что развитие будет на регионах, потому что мы хотим дать, как бы, пример того, что как можно все это... Масштабировать. Да, масштабировать эту работу, чтобы потом это все рассылать вот именно по субъектам Российской Федерации. Я надеюсь, что вместе с Мичуринской у нас получится неплохой проект, о котором мы говорили, по области хранения, потому что Крым тоже выращивать что-то умеет, хранить не все, поэтому, может быть, нам вместе удастся действительно реализовать эту помощь фермерам в Крыму. КФУ имени Вернадского ведет обучение по аграрным направлениям и владеет большим количеством земельных угодий. После официального визита в Крымский федеральный университет представители делегаций посетили плодовые и ягодные угодья Академии биоресурсов и природопользования. Гости из Мичуринска отметили перспективность развития агронаправления в Крыму. А мы поехали дальше. Мичуринск – единственный в России наукоград по сельскому хозяйству. Они достигли очень серьезных результатов и работают с крупнейшими агрохолдингами страны. В будущем специалисты из Мичуринска и Крымского федерального университета планируют вести совместную работу по возобновлению холодильного комплекса Академии биоресурсов и природопользования. Мы надеемся уже после подписания каких-то рамочных договоров на работу непосредственно с специалистами. То есть наши специалисты будут состыковываться с коллегами из Мичуринска, подключать, возможно, какие-то компетенции тех людей, которые работают непосредственно в производстве холодильного оборудования. По оценкам специалистов, холодильный комплекс, в котором будут храниться агропродукты, начнет работу уже в следующем году. Алена Арцебашева, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета. Москва, Санкт-Петербург, Грозный и даже Узбекистан. 70 студентов из 10 регионов приняли участие в первой Всероссийской медицинской студенческой олимпиаде «Медицинские вершины». Она проходила на базе Центра симуляционного обучения и аккредитации Медицинской академии КФУ имени Вернацкого. Организаторами и вдохновителями являлись сами по себе студенты. Это для нас замечательно. Мы отмечали это в прошлый раз. И сейчас олимпиада просто вышла на другой уровень и масштаб. И фактически у нас сейчас 12 команд со всей страны. Причем это ведущие медицинские университеты, даже есть зарубежные представители. А это говорит о том, что ребята смогли организовать. Им поверили не только у нас в университете, а поверили во всей стране. В связи с расширением географии участников, организаторы олимпиады расширили ассортимент конкурсной программы. Добавились конкурсы маршрутизации. Ребята будут ездить на настоящей скорой с пациентом-актером. Они будут его лечить. То есть это уже совсем другой уровень, более реальное погружение в практику. А погружение в практику началось с задания политравма. Человека сбил автомобиль, у него множественные ранения. Ребятам необходимо оказать ему первую помощь. Два, три, четыре, пять, шесть. Какая автоматия? Это вон. Внутри венную. Сознание сохранено. Здесь у нас есть возможность применять теорию на практике, и нам очень это нравится. Мы довольны. Первая команда справилась неплохо. Из 37 позиций 26 они сделали правильно. Часть не выполнили. Ну и они нервничали, шину не наложили, например. Хотя они знали, что она у них есть. Эпицентром Олимпиады стал симуляционный центр. В нем отрабатывались практические задания, такие как неотложная помощь и некоторые элементы по медицине катастроф. Симуляционный центр пока что это количество участников выдерживает. Вот, персонал, конечно, немножко на пределе, но у всех полно задора и энтузиазма. Также на Олимпиаде был представлен уникальный в своем роде авторский конкурс. Сейчас будет конкурс «Комната». Это интерактивный конкурс, в котором мы должны поставить диагноз, исходя из каких-то находок, которые мы определим в течение этого конкурса. Пациент, мужчина, 56 лет, курит, на протяжении 7 лет страдает артериальной гипертензией, принимает аторвостатин 40 мг в сутки. Так как глава вашей команды диагностов считает, что все люди лгут, он не видит смысла собирать анамнез у пациента. Он отправляет вас, чтобы вы взломали его жилище для уточнения диагноза. Возможно, у него было кровотечение стопы, и вот он воспользовался салфеткой, да, для того, чтобы... Смотри, пантенол, пантенол, он мазал, видимо, пантенол. Пациент увлекается охотой, охотится на диких кабанов, и это фактор риска развития паразитарных заболеваний, гельминтозов так называемых. В данном случае это конкретно трехинолез, которым он мог заразиться энтеральным путем при поедании зараженного мяса. И мы этот диагноз подтвердили необходимыми анализами и назначили необходимое противопаразитарное лечение. Медицинскую вершину покорила команда из Санкт-Петербурга. Второе место у студентов из Москвы. А команда Медицинской Академии Крымского Федерального Университета заняла третье место. Виктория Лепеха, Сергей Мельник, Николай Шульга, Алена Арцебашева. Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Финалистка деловой игры «Ты нужен республике» студентка Медицинской Академии Крымского Федерального Университета Валерия Головинская воплотила свой проект «Жизнь». Он представил собой первичный профилактический осмотр студентов. Это стало возможным при поддержке профсоюза студентов Медицинской Академии и реализации проекта «Крым. Территория здоровья». Каждый желающий мог узнать свой рост, вес, артериальное давление, измерить остроту зрения и даже пройти неврологическое обследование. По словам проректора по развитию приоритетных проектов Крымского Федерального Университета Сергея Додонова, победители конкурса делают лишь первые шаги в реализации своих проектов. И тут, я думаю, спешка-то и не нужна, потому что ребята опять проводят пробные акции, они понимают, какие нужно внести корректировки, что должно быть достигнуто, получают опять же обратную связь, то есть проект живет, проект реализуется. И ребятам, всем участникам «Тонужной Республики» я всегда говорил, не останавливайтесь. Деловая игра «Тонужной Республики» проходила с января по март. Ее финалистами стали два студента Крымского Федерального Университета. Антон Бизик, Николай Шульга, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Компьютерные игры любят все, особенно школьники. Более 250 учеников со всего полуострова собрались в Крымском Федеральном Университете на региональный отборочный этап открытого чемпионата по игровому программированию, который проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив. Соревнования построены на базе авторской разработки СНИЛ-БОТ. Мы хотим, чтобы максимальное количество школьников попробовало свои силы в программировании, потому что частенько у ребят есть стереотипы о том, что такое программирование и как оно выглядит. И мы хотели бы эти стереотипы, ну не то чтобы разрушить, но, наверное, опровергнуть. Потому что часто ребята даже не подозревают, что у них есть талант в этой области. А наш подход позволяет им как раз раскрыться, не бояться трудностей, сделать первый шаг. Команды школьников в течение полутора часов решали игровые задачи и отрабатывали навыки составления алгоритмов. Мы уже второй раз участвуем в СНИЛ-БОТе. В прошлый раз заняли второе место по Крыму. Сейчас снова участвуем и пытаемся занять первое место. Здесь надо в цикле фор поставить еще один и сделать повороты. Сейчас пока что решаем. Я в прошлом году участвовал в школьных, в районных, в республиканских и во всероссийских. У меня все время получалось, было первое место. Но у меня когда в районах была одна ошибка. У нас интернет отключили на половине соревнований. Я занял второе место. Организаторы соревнований считают, что игровое программирование помогает детям в легкой форме получить первые навыки алгоритмизации и сформировать тип мышления, необходимый будущим создателям компьютерных программ. То, что они начинают заниматься программированием уже с такого возраста, это колоссальный успех, я считаю, нашего образования. Мне казалось, что все это приходит позже, но это для нашего возраста. А теперь второклассники, да еще и раньше, они прекрасно ориентируются в интернете. Именно из таких прекрасных айтишники вырастают. Участники соревнований, показавшие лучшие результаты, будут представлять Крым на всероссийском этапе и поборются за путевку в Артек на тематические смены по геймдизайну и виртуальной реальности. Светлана Голубева, Михаил Погоми, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Светлана Голубева, Михаил Погоми, Пресс-служба Крымская Сегодня в рамках социальной миссии, которую выполняет университет, очень важно сплочение студенческого сообщества вокруг идеи сохранения культурного наследия для того, чтобы решать практически значимые какие-то вопросы. Но чтобы это делать, студенты должны иметь соответствующие знания, умения и навыки. Задача сохранения культурного наследия нашей республики, одной из богатейших в этом смысле, на территории Российской Федерации является задачей, которую должны решать специалисты и студенты самых разных направлений подготовки, а зачастую даже независимо от того, где мы работаем и на каком направлении или специальности мы учимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Формирование команды объединенной единой цели, у которой есть инструменты, можно достичь те результаты, которые ставят сегодня перед нами президенты, которых от нас ждут крымчане. Попытались собрать очень сильную команду. В этой команде знаний, как мы говорим, знаний блок или лекционный, представляет финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Мы с коллегами прибыли к вам в Симферополь для того, чтобы подготовить управленцев нового типа. Это государственные муниципальные служащие Крыма. Программа уникальна тем, что, скажем так, она впервые. Здесь реализуется. Совместно с Крымским федеральным университетом мы разработали эту программу. Она имеет, скажем так, инновационное направление. И самое главное, она имеет практическую направленность. Сегодня мы начинаем нашу программу практических занятий, проектные инициативы – это групповая работа и очень системная, серьезная работа целого коллектива исполнителей. Я думаю, что в большинстве случаев получится выйти на реальные проекты развития территории. Мы рассматриваем сегодня финансовые ресурсы и бюджеты регионов и муниципальных образований. Краеугольный камень этого вопроса – это взаимосвязь между финансовыми ресурсами, формированием бюджета и налоговой системой. Обратите внимание, какие возможности можно найти в доходной части. Ведь в первую очередь это наполнение доходов. Как вы используете те возможности, которые прошли в свод-анализе во втором модуле? Занятие весьма для нас полезно, потому что нам, как государственным служащим, необходимо постоянно совершенствоваться, то есть идти в ногу со временем, изучать все необходимые для нас разработки, которые имеются в области государственного управления. Коллеги, смотрите, есть какие-то соображения по преимуществам системы государственного управления в России? У каждого региона есть свои уникальности, свои тонкости, и, понятно, сюда к этому не исключение. Несомненно, эти знания получены сегодня, опыты, диалог, общение. Та работа, которая проводилась, она додаст свой положительный эффект. Если мы хотим, как говорит сегодня наш президент, строить прорывные методы, то для прорывных методов, прежде всего, нужна наука, нужно образование, нужен интеллект. Основной момент, который является вообще в теории управления, это соответствие полномочий, будем говорить, компетенции. Если вы, допустим, делегируете ответственность, но не делегируете никаких полномочий, то проблемы не загорают. Впечатления очень позитивные, но сама концепция этого проекта, такой методологии обучения, она позволила, во-первых, наверное, больше узнать наших коллег, больше узнать о проблемных вопросах. Мне, как экологу, близко экологизация производства. Мы решили развивать следующие направления экономики. Это рекреационный комплекс, это агропромышленный кластер и легкую промышленность. Сейчас мы только впитываем в то, что нам дает профессиональный преподавательский состав, в моем мнении. Как вы считаете, давайте обсудим, у нас все так хорошо, но вот, 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 вот. Мы должны быть передовыми, мы должны в это вникать. Мы любим быть первыми, поэтому мы всем составом здесь и хотим все это досконально изучить, понять, чтобы применить на своей территории. Проект, который поможет вам, вашему внутреннему росту, вашим внутренним именно региональным проблемам. И если вы сможете для себя найти вот эту связку, когда Крым – мой дом, это будет самое большое чудо для нас. Успех для вас и для Республики Крым, и для страны в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Химия будущего. Крымский федеральный университет имени Вернадского получил президентский грант. Ученые создают умные светящиеся вещества. Их используют для изготовления техники. Возможно, они пригодятся и в медицине. Крымские ученые создают вещества люминофоры. Они будут светиться и приобретать определенный цвет при ультрафиолетовом излучении. Светящиеся умные вещества используют в производстве устройств нового поколения, например, телефонов и телевизоров. Чтобы получить яркую картинку, нужно лишь нанести на дисплей люминофоры, которые дают красный, зеленый и синий цвет. Синих соединений, которые люминицируют синим цветом, на сегодняшний день мало, и они достаточно дорогие. Поэтому наша задача – синтезировать новые вещества, которые будут дешевле и которые можно будет использовать в производстве электролюминициативных устройств. Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию призвал обратить внимание на развитие новых технологий. Проект крымских ученых обрел поддержку государства. Получил президентский грант. Создание материальной базы, то есть из чего мы эту электронику будем развивать, из чего мы будем получать энергосберегающее устройство. Как раз задача нас, как химиков, получения вот таких соединений. Собственно, грант дан на получение вот таких соединений. Алексей Гусев сотрудничает не только с коллегами из России, но и из Европы. Санкции – не помеха. По мнению ученых, такие вещества смогут использовать даже в медицине. Эти соединения можно тонко настроить специально на какой-то конкретный маркер, предположим, онкомаркер. И добавляя, соответственно, каплю крови, капая на данный образец, он меняет свой цвет, предположим, с зеленого на красный. Над созданием умных веществ работает команда из четырех сотрудников Крымского университета. Показать результат исследований, на которые получили президентский грант, им предстоит через два года. Впервые в стенах Крымской медицинской академии проводится Всероссийская олимпиада с международным участием. Последняя здесь была еще при Союзе. Тогда студенты состязались в области терапии. Сегодня это мультидисциплинарный штурм, включающий в себя как теорию, так и практику. Ее организовали крымские студенты. Хотелось всегда такую олимпиаду, в которой можно проверить все свои навыки, которые ты получаешь за шесть лет обучения. Ну и второе, это то, что на нашей базе, в медакадемии нет вообще никакой олимпиады Всероссийской. Поэтому мы очень захотели, чтобы к нам тоже приезжали ребята со всей страны, участвовали, чтобы мы обменивались опытом, взаимодействовали с вузами. Принять участие приехали студенты старших курсов из Питера, Москвы, Омска, Оренбурга, Краснодара, Черкеска и Грозного. Сейчас существуют национальные проекты, один из них – здоровье, которым оговорены очень жесткие нормы, увеличение среднего срока жизни. Это не так просто. И без вот этих молодых инициативных ребят, в том числе в организации, точно не справимся. Поэтому я считаю, что здесь Крым закладывает, и по крайней мере студенчество Крыма закладывает великолепную традицию. Второй финальный день Всероссийской Олимпиады «Медицинские вершины» прошел в медакадемии КФУ. Прямо на улице, а также в симуляционном центре студенты-медики отрабатывали постановку диагноза и первую помощь пострадавшим. Здесь проходит второй день Олимпиады, практический день. То есть ребята участвуют в нескольких конкурсах практических. Это политравма и маршрутизация. Они проходят на улице при участии машины скорой помощи. То есть они работают как бригада скорой помощи. Также ребята проходят конкурсы здесь. Это базовая сердечно-легочная реанимация. Это конкурс «Комната», который является уникальным в своем роде. То есть он является чем-то подобным, что происходило в сериале «Доктор Хаус». То есть команда участников, они являются врачами, которые приходят домой к пациенту и пытаются по ключевым предметам понять, какой у него диагноз, какое лечение ему стоит назначить. Именно такие реальные ситуации помогут будущим врачам отточить свои навыки и спасти человеку жизнь, говорят организаторы. Сегодня студенты-медики из 10 регионов страны в Симферополе учились спасать жизни. В медицинской академии имени Георгиевского подходит к концу Олимпиада «Медицинские вершины». Будущие медики на время из аудитории переместились в кареты скорой помощи и посоревновались между собой не на скорость, а на качество оказания медпомощи. Вам нужна помощь, мы скорая медицинская помощь. У этого молодого человека инфаркт. Условный. Группа московских медиков за 15 минут оказывает медицинскую помощь, определяет диагноз и тут же приступает к лечению пациента. Все происходит под чутким руководством эксперта-преподавателя. А этот парень, по легенде, попал в серьезное ДТП. В роли пострадавшего Алексей Курдыш, студент медакадемии, говорит, что с такими спецэффектами, как искусственная кровь на бинтовой повязке, которая на самом деле является спецраствором, практика усваивается даже лучше. Теперь Алексею нужно вести себя максимально спокойно и имитировать симптомы больного, которого сбила машина. У группы есть все необходимое оборудование – катетеры, капельницы, шприцы, бинты и другие медикаменты. Здесь важно уложиться в установленное время, но главное, говорят медики, сделать работу не быстрее, а качественнее. Каждой команде по пять человек. Вместе они на одном этапе бригада скорой помощи, на другом – группа детективов. Этот оригинальный конкурс называется «Комната». Здесь есть все, что связано с пациентом, но нет его самого. Здесь представлены методы диагностики, которые ребята тоже при необходимости могут воспользоваться ими. Также нужно выбрать препараты для лечения. Студенты старших курсов будущие медики приехали в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Бухары, Оренбурга, Ставрополя, Краснодара и других регионов. Мы знаем, куда двигаться, и после этого это вдохновляет, потому что все время учебники, учебники, а тут мы оказываемся в реальных условиях. Авторы идеи такой олимпиады – студенты шестого курса медакадемии, которые совсем скоро отправятся работать по специальности в клинике и больнице полуострова, а проведение этих конкурсов передадут своим младшим коллегам и преемникам. Уже 91-й раз в Медицинской Академии проходит одно из наиболее значимых событий в научной жизни – Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых – теоретические и практические аспекты современной медицины. Это возможность и площадка для наших молодых ученых, для нашего студенчества опробовать себя, то есть показать результаты своих исследований, познакомиться с результатами других, поконкурировать, послушать отзывы, пожелания мэтров в медицинской науке. Ежегодная научно-практическая конференция – итоговое мероприятие студенческой науки в учебном году. В научном мероприятии приняло участие более тысячи докладчиков и 150 экспертов профильных областей в составе жюри. Наша конференция является одним из самых ожидаемых событий медакадемии каждый год, поскольку в ней участвуют абсолютно все студенты и идет борьба за призовые места, которые помимо морального удовлетворения также приносят студентам и дивиденды, в виде в том числе баллов дополнительных к поступлению в ординатуру, что для всех студентов является крайне актуальным. Кроме студентов медакадемии имени Георгиевского, в конференцию участвуют представители крупнейших медицинских вузов России. Сейчас выступив, могу сказать, что есть с чем сравнить. Я часто выезжаю в ближние зарубежья, в Минск, в Казахстан ездила. На самом деле уровень конференции меня удивил, потому что он такой очень серьезный. На Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых работало 15 секций, объединяющих самые актуальные научные направления медицинской науки. Алена Арцебашева, Сергей Мельник, Николай Шульга, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Крымский Федеральный Университет присоединился к акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» и стал участником сразу двух субботников на объектах культурного наследия Симферополя. Первой площадкой стала знакомая многим жителям столицы усадьба Арентофребец. Так как это объект культурного наследия, поэтому перечень работ у нас достаточно ограниченный. Мы можем заниматься уборкой территории, расчисткой от самосевной растительности и общей приборкой без внедрения в конструктив, без внедрения в само здание. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому мы очень аккуратно пройдемся и посмотрим и покажем всем интересующимся, что же здесь внутри. Надеемся, что со временем это будет отреставрировано, как, естественно, должна быть экспозиция, посвященная семье Арентоф, ну и как обращик городской усадьбы. Также масштабный субботник по наведению санитарного порядка прошел на территории Старорусского кладбища, где похоронены герои Великой Отечественной войны, подпольщики и партизаны. Для ребят важно помнить прошлое, знакомиться со своей историей. И вот здесь, я думаю, что после этого они каждый захотят открыть историю своего города, прикоснуться к прошлому и узнать о тех событиях, которые имели место на их родной земле. Старорусское кладбище – одно из немногих мест в Симферополе, которое не пострадало, несмотря на множественные реконструкции, и осталось в прежнем виде. Студенты Крымского федерального университета вместе с руководством сейчас приводят его в порядок. Евгений Григорьевич, как работает? Работа на пользу – это всегда приносит хорошую радость, потому что мы посылаем тем самым знак «Космос», что мы их помним, и что они не будут забыты, эти люди. А это достойные люди были. В массовом субботнике приняли участие не только представители КФУ, но и волонтеры, общественные организации, учреждения культуры и все неравнодушные. Это не какая-то разовая акция. Мы здесь будем собирались, собираемся и будем собираться дальше. Все те, кто любит наш родной город. Ребята совместно со специалистами не только благоустраивали памятники, но и разрабатывали концепции возможных вариантов сохранения объектов культурного наследия. Мемориализации гражданского городского кладбища, на территории которого похоронено большое количество выдающихся людей и уход за которым необходим на постоянной основе. Скажите, какой раз участвуете за этот месяц в подобном мероприятии? Насколько для вас это важно? Я участвую третий раз, но есть ребята, которые прям каждый раз приходят. И они, несмотря ни на что приходят, несмотря ни на какие погодные условия, сегодня очень холодно. И достаточно сложно было позвать кого-то, но тем не менее ребята пришли. Это действительно очень важно для нас, особенно для студентов исторического факультета. В этот день во всех федеральных округах России проходил Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры. Любой желающий мог присоединиться к акции, которая проходила на территории архитектурных памятников по всей стране. Алена Арцебашева, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета. Вопрос на таком. Кто сегодня победит в интеллектуальной игре «Что, где, когда» среди студентов Крымского федерального университета? Студенты из различных структурных подразделений университета проверили свои знания и ответили на 36 вопросов. Мы играем 36 вопросов, то есть 3 тура по 12. Тема интеллектуальной игры была посвящена пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. Организатором выступил департамент по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета. Это люди, которые умеют заниматься предвидением, аналитикой и постоянно выстраиванием путей к достижению целей. По результатам двух отборочных игр в финале схлестнулись одни из самых эрудированных студентов. Несмотря на относительно сложные вопросы, победителем стала команда доктор Ливингстон, я полагаю, Таврическая академия. Мы играем с 2016 года, то есть мы создавали свою команду на основе университета, на основе нашего факультета. Ну и каждая игра для нас тоже вызов, то есть не то, что мы пришли там нога за ногу и взяли все там с первого раза. То есть приходится постоянно готовиться, постоянно устраивать тренировки. К нам приезжают наши бывшие преподаватели Санкт-Петербурга, которые нас натаскивают, так сказать, Вадимир Витальевич Калиновский. Большое ему спасибо. Мы работаем над собой, это самое главное. Остальные участники финальной игры не расстроились. Каждого из них ждал поощрительный приз. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета. Таврическая академия Крымского федерального университета прошла тренировка по эвакуации людей при условном пожаре. Скажите, пожалуйста, вы осведомлены, как себя вести при пожаре? Что нужно делать? Ну, конечно, в первую очередь нужно организовать вывод всех наших сотрудников и студентов на свободное пространство, где пожар не распространяется. То есть освободить корпуса, чтобы там ни одного человека не осталось. Здесь проверить наличие или отсутствие тех, кто должны выйти, ну и дальше действовать по ситуации. Противопожарная безопасность – это действительно важно. И о том, как себя вести и что делать при пожаре, сейчас рассказывают сотрудникам Крымского федерального университета. Студенты, преподаватели и сотрудники Крымского федерального университета должны знать, как вести себя при пожаре. И об этом можно прочитать на информационном стенде, повествующем о противопожарной безопасности. Как, например, на вот этом. Условное возгорание в университете произошло в корпусе Б Таврической академии на третьем этаже. Пожарные бригады действуют крайне быстро. За считанные минуты они добираются до Крымского федерального университета. В ходе выполнения своей работы пожарным удалось ликвидировать условный огонь и вывести пострадавших. Я прошу никого не покидать. Я врага, походу нет. Скажите, пожалуйста, удалось ли локализовать пожар? Что вообще можете сказать о ситуации? Ну, ситуация, можно сказать, была предсказуема, так как приехали, включились аппараты, пошли в разведку, обнаживали пострадавших, вывели одного, потом поднялись на третий этаж, где был условный пожар. Подали ствол на защиту смежных зданий, вывели пострадавшего, вернулись и полностью ликвидировали пожар. Я знаю, что пожарные учения проводятся систематически в Крымском федеральном университете. Вот недавние были на студенческом городке. Это действительно очень важно, этому вопросу уделяется очень большое внимание. Все верно. Дело в том, что эта тренировка нужна не только нам, эта тренировка нужна и сотрудникам МЧС, которые также ищут подъезды, в какой момент как подъехать, не разложить рукава, чтобы не было паники. Сотрудники сегодня эвакуированы, все без паники, все были предупреждены за 10 минут, и мы по времени отсеклись, за 10 минут как раз таки все эвакуировались. Да, это важно. И мы это проводим, тренировку на каждом корпусе. Также были организованы мастер-классы по использованию огнетушителей и оказанию первой помощи пострадавшим при пожарах. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, Пресс-служба Крымского федерального университета. Александр Германович. Сегодня одному из старейших факультетов Таврической академии исполняется 101 год. И что вы сегодня пожелаете студентам, преподавателям и сотрудникам исторического факультета? Ну, я им пожелаю вечной молодости, потому что для истории 101 год – это так мало. Так что у нас большое, долгое, светлое будущее. Вот это мое, наверное, единственное и главное пожелание. Виктория, сегодня у твоего факультета день рождения. 101 год – это достаточно большая дата. Что пожелаешь сегодня студентам и преподавателям? Я пожелаю преподавателям терпения, студентам побольше усердия и всем удачи! Первый год факультета. Я хотела бы пожелать студентам хороших оценок. Тем, кто выпускается, хорошо написать диплом. Преподавателям хороших студентов, которые будут всегда готовиться, будут отзывчивыми. Ну, а факультету процветания. В этом году к празднованию Дня факультета студенты подошли очень творчески. Основная праздничная часть концерта состояла из видеоскетчей на тему жизни историков, их учебы, работы и практики. Николай, студенты исторического факультета к празднованию подошли очень уникально, да? И вот расскажите немного подробнее о самой концепции сегодняшнего концерта. Что он из себя представляет? Какая была выбрана тема? Спасибо. В целом, тема была выбрана, сложно сказать, что слишком уникальная, но вместе с тем, в этом году мы решили уже реализовать идею создания фильма о нашем факультете. В прошлом году уже была такая затея, у нас было 100-летие, но не всегда все удается подготовить в срок. И в этом году концерт выстроен в такой системе, что после каждого номера номер сменяется видеоперебивкой, то есть видеосюжетом, посвященным одному из курсов. Скажите, пожалуйста, вот вы действительно так творчески подошли, были ли какие-то проблемы со студентами, или они сами проявили такую инициативу в участии? Нет, в этом году проблем со студентами не было. Я 5 лет уже занимаюсь какой-то культурно-творческой деятельностью и занимаюсь подготовкой дней факультетов, всех наших факультетских мероприятий. В этом году не было. Празднование получилось поистине запоминающимся. Студенты ИСТФАКа проявили свою творческую натуру максимально ярко. Свой 100 первый день рождения ИСТФАК запомнит надолго. Антон Визик, Евгений Ильющенко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Академии биоресурсов и природопользования Крымского Федерального Университета выбрали мистера и мисс Абиб. 16 участников готовились к этому мероприятию более трех месяцев. Женя, скажи, пожалуйста, как долго вы готовились к конкурсу? Было ли страшно, тяжело? Что вообще испытывала во время подготовки? Мы готовились около трех месяцев. Было тяжело, но ребята постоянно поддерживали, организаторы постоянно помогали. И каждая репетиция приносила такую большую массу удовольствия, что я до сих пор не верю, что вот-вот и все закончилось. На самом деле, очень здорово. И я жду такого вот этого мероприятия и хочу всем показать действительно то, с чего мы стоим. За кулисами действительно ощущалась волнительная атмосфера. Игорь, скажи, пожалуйста, волнуешься ли ты или нет? До конкурса остались считанные минуты. Что сейчас испытываешь? Я испытываю небольшой страх, но в то же время спокойствие. Илья, что за счет тебя? Ну, на самом деле, на всех мероприятиях испытываешь небольшую тревогу перед выступлением. Но я надеюсь, у нас все получится. Арсен, я вижу, ты уже в образе. Тебе не страшно, ты улыбаешься, танцуешь, позируешь. Что можешь сказать по поводу своего волнения? Оно пройдет, и все. О том, как справиться с волнением на сцене и как прийти к победе с участниками конкурса поделился прошлогодний победитель Данил Соловьев. Данил, что ты можешь посоветовать нынешним участникам? Что пожелать? Как бы самое главное, это они должны быть уверенными в себе, хорошо отрепетировать свой творческий и идти четко к победе. И иметь в себе в запасике, да, аккуратненько, немножечко харизмы. Кроме этого, в подготовке к конкурсу свою помощь в различных организационных моментах участникам оказывали их друзья и одногруппники. Ольга, скажи, пожалуйста, с какими организационными трудностями ты столкнулась сейчас в мероприятии? По поводу этого могу сказать, что все участники и участницы очень сильно волнуются. И чтобы справиться со всем этим количеством эмоций, поступающих с других ребят, это нужно как-то кучу все собирать. И как бы из этих всех эмоций негативных, либо каких-нибудь волнений, посылать абсолютно в другую эмоцию, в другую сторону. Больше спокойствия, больше такого вот собранности, чтобы ребята вообще не волновались и все прошло вот гладненько, ровненько. Возвращаясь непосредственно к самому конкурсу, мистер и мисс Абиб был разделен на шесть секций, в которых конкурсанты демонстрировали свои таланты. В первом дефиле под названием «Великий Гэтсби» участники показывали танцевальные номера в стиле американской богемы 20-х годов прошлого века. Потрясающие платья с пайетками и оточенные танцевальные движения, безусловно, впечатлили публику. Потрясающие платья с пайетками и оточенные танцевальные движения, безусловно, впечатлили публику. Закончив с этим, наступило время второго дефиле. В этот раз конкурсанты прошли по сцене в дождевиках и с зонтами. Дмитрий под номером 10 не смог определиться, каким именно талантом покорить судейство. Ну, вы поняли, да? Могу. Сильно согласны. В финальном дефиле конкурса стал выход участников в вечерних нарядах. Все это справедливо оценивало жюри. Евгений Григорьевич, как сегодня будете судить участников конкурса? Я буду так судить, чтобы участники, получив любую оценку, ощущали, что мы их оценили по достоинству и с чистым сердцем к ним отнеслись. Максим Александрович, а что по поводу вас? Как вы будете судить? Ну, сегодня день будет тяжелый, я думаю. Поэтому будем судить, стараться судить честно, справедливо. Ну вот и все, дорогие друзья. До подсчета результатов остались считанные минуты. И в скором времени мы узнаем, кто же все-таки стал мистером и мисс Абиб. Ну вот и все, три месяца тренировок, конкурс подошел к концу. Саша, ты стал мистером Абиб. Что чувствуешь в этот момент? Какие эмоции испытываешь? Честно, я пока этого не осознал. Я еще в заблуждении, может, это ошибка. Может, все же придется вернуть когда-нибудь, но я уеду из города, в армию уйду. Вот, поэтому честно спасибо нашим руководителям. Они большие молодцы, если бы они не справились. Спасибо. Сюша, а что ты можешь сказать по поводу своей победы, своей короны? Во-первых, это действительно неожиданно, потому что каждая из девушек была достойна этой короны. Раз, два, три! Антон Безик, Евгений Ильиченко, Дарья Щебетовская, пресс-служба Крымского федерального университета. Студенты вузов и колледжей Крыма посостязались в области знаний современных сетевых технологий. Соревнования студентов профильных направлений прошли в рамках Олимпиады Крымя Network Master, организованной на базе кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского федерального университета имени Вернадского. Соревнования были разделены на два тура. В рамках первого ребята демонстрировали теоретические знания. Во время прохождения второго тура теорию следовало применить на практике. По результатам соревнований все призовые места среди вузов заняли студенты ФТИ, обучающиеся по специальности информатика и вычислительная техника. Среди колледжей призовые места поделили студенты Симферопольского колледжа радиотехники и Политехнического колледжа столицы. В стенах университета работает научно-исследовательский центр крымско-татарского языка и литературы имени Бекира Чубан-Заде. Студенты и преподаватели изучают проблемы родного языка и сдают книги и учебники. Нам построили новый лингофонный кабинет. Его стоимость полтора миллиона рублей. Помимо этого нам приобрели 10 компьютеров. Этот компьютерный класс мы перевезли с собой в новое здание. Помимо этого нам приобретают все, что нужно для обучения. Всероссийские судебные дебаты по гражданским и земельным делам прошли на базе юридического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского. Опыт проведения дебатов у крымчан довольно большой. Первые судебные дебаты были организованы больше 10 лет назад в кафедре земельного права Киевского национального университета имени Шевченко. Тогда команда из Симферополя заняла призовое место. Позже эту инициативу поддержала Ассоциация юристов России. И теперь эти дебаты стали всероссийскими. По словам заместителя директора по воспитательной работе Таврической академии КФУ Зиния Алимова, участие в дебатах позволяет участникам получить бесценный опыт публичных выступлений в качестве сторон судебного процесса, усовершенствовать умение формировать эффективную стратегию представительства клиентов в суде и использовать убедительную аргументацию в поддержку той или иной позиции. Дебаты проходили в течение трех дней. Включили в себя отборочные туры соревнований, в которых оценивался представленный командой меморандум, знание и интерпретация фактических обстоятельств дела, знание и применение права, а также презентацию команды. По результатам всех этапов финал вышла команда москвичей, представляющая финансовый университет при правительстве России без границ, и команда студентов крымского филиала Краснодарского университета МВД «Юстиция МВД». За финальными дебатами наблюдали многочисленные студенты и преподаватели, а оценивали финальное выступление семь опытных судей под представительством судьи Верховного суда Крыма Антонины Курской. В результате победу в упорной борьбе одержала команда крымчан «Юстиция МВД». На втором этаже Таврической Академии многолюдно. Участники второго международного фестиваля «Мост» встречают гостей. Студенты уже на входе в актовый зал устраивают импровизированные номера, поют и танцуют. Фестиваль молодежи и студентов собрал более 200 человек. Среди них представители 20 народов мира. Творческая молодежь знакомилась с традициями друг друга и обменивалась контактами. Мы организуем вместе с Крымским федеральным университетом, вместе с высшими учебными заведениями, общественными молодежными организациями фестиваль, который становится у нас традиционным – фестиваль «Мост». Это аббревиатура от слов «Мы строим мост» – мир образования, свободы творчества. Танцы народов мира, рукоделия и секреты плетения косичек на волосах. Здесь работало несколько площадок по мастер-классам. Все желающие могли принять участие. Я пришел на это мероприятие, чтобы представить свой медицинский факультет. Образование здесь очень хорошее. Мне очень нравятся здешние люди. Я мало знаю язык, но все вокруг всячески пытаются помочь и обучить. Фестиваль направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания между народами. Его создание инициировала крымская молодежь.